так друзья сегодня 24 июля заканчивается сбор абрикосов остались поздние жара достала и в все уже абрикосовые деревья будут пусты вот эти уже пусты вот эти вот результат видите это метод академика лысенко которого до сих пор не реабилитировали но здесь мне пришлось вот тут у меня двое помощников соня с тимошей я уже отчаялся чтобы каждый сорт разбирать часть у меня семечек косточек то есть видите какие они разнородные вот эти вот с огромных абрикосов вот эти вот явно самуров вот это явно серафимов вот почему они все кучи ну их эту молодежь даю задание показываю с этого дерева 2 3 8 собирайте все подряд с каждого упала с какого-то 10 с какого-то 100 штук и вот их очередная работа вот это было вчера теперь почему я так разложил метод академика лысенко просушивать на солнце семена которые должны получить дополнительную энергию дополнительную жизнестойкость не все большинство на балконе сушу но и от испытания не отказывай запоминайте на солнце у меня сушатся и как бы солнцем прокаливаются ассорти крупноплодных абрикосов это все крупноплодные еще раз говорю вот от таких вот это со 100 граммовых ну 100 грамм в этом году не было ну 8-90 до вот таких вот там вот вот они остренькие это муры попутно даже какой-то степени учебы все это я приготовился лежать будут до завтра включая сегодня обещают солнце все посмотрели вот и пошли знакомиться с человеком который вчера открылся новый талант вот сейчас извините голова закружила сейчас секунду пока сижу видите за несколько лет как вырос китайский лимонник один сорт поэтому не плодоносит ягод нет только листья с него собираю и делаю да просто несколько каждый раз заваривать чай добавляю несколько листиков помогать и помогает наверное помогает вот все посидел сейчас головокружение закончится только стану наклонку все молодея молодея пойдем искать нашу замечательную помощница вот видите а вот эти абрикосы помните ведро я подарил соседу он все расковырял подождал два дня я говорю подожди пусть они он дерево брал ему надо было подождал даже не три дня как я помню фильм снимал и вернул мякоть себе косточки мне видите видите вот а почему они разношерстные это дерево которые вот такие до до небольших до таких это дерево под названием химера фаины но я про это рассказывал не хочу повторяться тема сегодня другая подписаны они будут так же вот мотайте на ус ну а дальше абрикосы абрикосы я маленький такой уссурийская дикая груша вот растет бешено занимается большую площадь вот она видели так соня ты почему а хорошо идем сюда и как раз хорошо я шел тебе но мне надо тенечек иначе я могу и упасть пойдем я тебя возьму интервью пусть позавидует какая у меня внучка идем сюда я сяду вот сюда обратно покажи что ты набрала вот скажи зачем ты их набрала так вот смотри что получилось итак я у тебя буду брать интервью но в начале прям было есть у меня внучка зовут ее софия так вот она перед вами вчера вот мне звонят и говорят стоянногорская знакомая а ваша соня на рынке абрикосами торгует у меня шок даже разговор об этом не было вот чё улыбишься я не знаю что мне думать я вам несколько ведер привоз для чего расковырять вытащить косточки вон они косточки еще раз показываю вот вы ковыряли вот эти вот вот они так и вернуть мне косточки мякоть в помойку потому что вроде перезрела вот дальше я в шоке как это мой ребенок внучка воспитанница моя любимая торгует этими кто как зоню маме дальше мама на работе тоже ничего не знает я думал она тебе подговорила ничего не знаю тогда я решил надо с тобой разбираться я же как соня момента какой вся страна знает что я абрикосами плодами не торгую вот этими не торгую так вот все идут на косточки сейчас только показывал эти косточки уже расковыренная да и вот и когда меня просили продай продай я говорю я не продаю все на косточки и вдруг я теперь должен признаться что у меня появился ребенок очень инициативный вот которые наверное я вначале растерялся потом подумал а ведь эта девочка наверно не пропадет своей жизни пока чему я тебя научил несколько лет танцевать вот столько возраста когда-то было два раза ниже только танцевать теперь ты учишься торговать я не стал возмущаться я даже принял это каким-то удовлетворением вот когда я тебе позвонит и сказала я еще хочу когда я сказал езжай собирай сама вот это было пять минут назад так за пять минут собрала и тебе надо собирать дерево теперь сядь поближе вот я теперь расскажи как как это случилось и и как-то торговала с кем подружкой подружки так наоборот они были краскиши выбрали самые крепкие так говори взяли стаканчики дальше это мне было даже не стола не стола на рынке а на коробке хитрый ну ладно и как это выглядело стаканчиками продавали и тарелочками на тарелочке на штук 8 10 15 и сколько стоило эти 15 и продавали сколько часов но тут и продали вы сколько все поскольку заработали ладно каждое каждое по 200 с чем то рублей ну что во первых я тебя поздравляю во вторых для чего я тебя сюда привез буквально на следующий день я сказал грабь сад вот косточек у меня уже много запасено урожай был хоть и ниже среднего но жадничать не буду сейчас мы пойдем на тут на этом участке это вот молодой деревце ты обобрал а на том участке мы найдем получше покрупнее так вот стаканчики у нас есть и можно сегодня уже торговать после обеда так не вот мне кажется это хорошее дело видишь я не это не ворчу я считаю что детей надо как можно быстрее готовить самостоятельной жизни вот так вот ну спасибо тебе за интервью представьте пожалуйста ну как фамилия имя отчество не так громко еще громче утовина софия николаевна каком классе 3 ночи сколько тебе лет 9 ну что я скажу то что вы сами догадались эти я зато тебе очень благодарен я теперь меньше буду за тебя переживать а то все время боюсь помереть честно очень боюсь не было у тебя деда не было бы танцев несколько этих у тебя дипломов сколько уже миллион ну что заканчиваем интервью потом отчитаешься как уже еще один фильм с ними небольшой уже потом когда ты вот этот я делаю каждый листик дорог никогда вот так вот не делает просто так не обрывай я понимаю волнуешься интервью наличие никогда просто так не обрывай деревцу больно все благодарю за внимание вот сейчас пойду все эти мошка вызвался сейчас пойду тимошку теребить ну полыбнись скажи до свидания